Дельфийские игры И, собственно говоря, разница во времени, хотелось бы, чтобы им тоже не помешало, для того, чтобы их выступления были максимально успешными, потому что мы заявлены в четырех номинациях – эстрадный танец, цирк, изобразительное искусство и фотография. Прежде чем поехать на финальные соревнования, молодые артисты прошли серьезный отбор на региональном уровне. Мы один из немногих субъектов, кто на территории региона проводит дельфийские игры в очном формате. То есть всегда осенью у нас проходит, это очень зрелищно, на многочисленных площадках, и мы определяем медалистов золотых, серебряных, бронзовых, и потом уже решением жюри и оргкомитета мы формируем сборную от Ульяновской области. Среди участников известный эстрадный балет «Экситон». В 2012-м коллектив уже выступал на играх, тогда младшая группа взяла почетное второе место. Спустя четыре года повзрослевшие танцоры вновь попробуют свои силы на всероссийских состязаниях. В номинации фотографий Ульяновск представляет Ксения Чернышева, в изобразительном искусстве Ангелина Володкович, в номинации цирк – Богдан Андреев. Ребята не скрывают своего волнения, но верят в победу. Волнение есть, но надеемся справиться и будет все хорошо. Кроме того, чтобы победы, завести новые знакомства, все-таки цирковых не так много в стране. Необходимо занять первое место, а других места как бы не нужно задумываться. И непременно мы приложили очень много усилий для этого и хотим обязательно победить. Победа в Дельфийских играх – это путевка в российскую сборную, которая будет представлять страну на вторых открытых молодежных европейских Дельфийских играх. Пройдут они в Словацкой республике в августе 2018 года. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Ульяновской правды.